Всем привет, друзья! Меня зовут Ольга Ермилова, я за рулем. Кстати, очень приятно, когда вы пишете, что начали снова смотреть мои видео, когда увидели меня за рулем. Что еще раз говорит о том, что не всегда что-то новое, навороченное, сложное и дорогое лучше простого, проще и еще раз проще, я думаю, новый тренд. Ну что, сегодня мы с вами поговорим немножечко о сумасшествии и об очень важном. Я думаю, что это видео скорее можно отнести к мотивационным, потому что все-таки, я думаю, что в конце вам захочется побежать, а пока что берем с собой чашечку кофе, стаканчик кофе и слушаем внимательно. Значит, я очень активно работаю, это ни для кого не секрет, очень много. И, честно говоря, иногда мне кажется, что too much. И как бы с одной стороны я уже говорила неоднократно о том, что я очень люблю этот темп, я не совсем себе представляю, как работать с выходными, как вообще отдыхать. Мне очень нравится, потому что для меня то, что я делаю, это развитие. Но в то же время иногда я чувствую себя неким хомячком, который бегает, бегает, бегает и не совсем понимает, как во всей этой истории остановиться. Потому что модель моего бизнеса такова, что нанять кучу других людей, которые все делают, ну, у меня пока не сложилось, не получилось. И я люблю быть сама в процессе, наверное, в этом главная причина. Но в то же время я, конечно же, как любой человек, устаю, и иногда меня начинают посещать мысли разного масштаба. И вот последнее какое-то там время я вообще начала думать о том, что мир настолько огромен, в нем так много всего, так много возможностей, но мы, каждый из нас живет в определенной своей коробочке. У нас есть какой-то распорядок дня, у нас есть места, в которых мы бываем, в ресторанах, в которые мы ходим, может быть, даже города, в которые мы ездим, улицы, которые мы проходим, магазины, в которые мы покупаем. И все это достаточно банально, согласитесь. Мы в одежде достаточно консервативной, плюс-минус знаем свой стиль, мы редко меняем свою внешность, мы покупаем себе квартиру, дом или снимаем, и тоже редко это меняем. То есть мы весьма консервативны. Даже в ресторане мы заказываем чаще всего одну пищу, и в супермаркете покупаем одних и тех же производителей с одних и тем же набором продуктов. Вот я вдруг задумалась о том, что как же сильно мы себя ограничиваем. Ведь в мире такое огромное количество возможностей, мест, людей, всего. Но мы выбираем себе какой-нибудь такой маленький кружочек, и у многих из нас этот кружочек вообще супермаленький, потому что даже не машины свои нету, квартиры свои нету, в квартире нету того, о чем бы мы хотели. И партнер рядом с нами тоже не тот, с которым бы мы хотели на самом деле строить отношения. Одежду мы нету носим, и выглядим мы не так. Короче, просто уебищная жизнь. Ну вот так, честно и откровенно. И я задумалась над тем, что моя жизнь как бы уебищной ее не назовешь, конечно же, но в то же время она тоже весьма стандартизирована. И вопрос даже не только там в путешествиях, можно больше путешествовать, там можно покупать другую одежду. А мне, у меня такая возникла, знаете, мысль о том, что... А вот если, ну, в наших же силах, в принципе, уехать, жить в другую страну, пусть на какой-то период времени, или вообще менять эти страны, а в наших же силах, ну, извините, поменять партнеров, которые рядом с нами, ну, типа даже для чистоты эксперимента, ну, как бы вроде все хорошо, но для чистоты эксперимента вот так взять и свою жизнь, простите, просто расхуярить. Вдруг мне в голову пришла мысль, что, ё-моё, я могу продать квартиру, разойтись с партнером, оставить детей своей маме. И насколько радикально может вдруг, внезапно измениться моя жизнь, гипотетически, если это представить. И вот интересно, что будет там? И вот я начала на эту тему фантазировать. Подозреваю, что мой муж после этого видео точно, точно я останусь под него. Я начала на эту тему фантазировать. И фантазировать не в контексте там, знаете, ой, я бы носила другую одежду или перекрасила цвет волос. А вообще я поняла, что ведь ту коробочку, которую мы создаём, мы её сами и создаём. Нас никто не заставляет. И в тот момент, когда мы говорим, что у нас нет выбора, мы врём нагло, потому что выбор у нас есть всегда. И мы можем найти миллион возможностей для того, чтобы что-то изменить. И те люди, которые не делают этого, они не делают этого только по той причине, что они не хотят этого делать. Потому что миллион возможностей, повторюсь, у нас есть. И для этого не обязательно иметь деньги, для этого можно с кем-то знакомиться, для этого можно ездить за копейки, для этого можно устроиться куда-то на работу, поехать по обмену. Короче, миллиард вариантов. Давайте мы будем друг другу играть, потому что есть такие люди, которые реально очень активно меняют всё время свою жизнь. Они есть. Я вот, знаете, ко мне в этот момент пришло главное осознание, что это возможно, что в принципе можно менять свою жизнь весьма радикально раз в год или настолько часто, насколько вам это нужно. И, конечно же, первая мысль, которая ко мне пришла, а как бы я хотела её поменять? Я вот начала думать. И вот, знаете, в этот момент, ну, первая мысль, о которой мы уже давно обсуждали с моим мужем, это был, например, момент поехать год пожить на Бали, да, сдать здесь просто наше жильё в аренду, чтобы оно не проставило, потому что оно дорогое достаточно, можно вот даже ничего не делать на эти деньги, спокойно жить и уехать на Бали. И серьёзно мы эту тему, ну, начали поднимать, дискутировать, типа классный экспириенс, тем более на Бали очень много наших людей, большое бизнес-сообщество, то есть не то, чтобы там даже делать ничего не будешь. Но я вот, например, для себя поняла, что чисто с позиции энергетики, вот внутренней скорости своей жизни, я не могу себе представить себя на острове, потому что я месяц была больше всего вот там на Бали, в Доминикане и так далее, и я уже за это время там через две недели начинала стучать копытом, потому что, ну, не умею, мой внутренний вот этот моторчик, он очень сильно опережает всё то, что происходит там. И вот знаете, я в какой-то момент поняла, что наше сознание или подсознание постоянно нам дают какие-то такие, вот знаете, вбрасывают в голову какие-то такие мыслишки. Иногда это спасательные круги, иногда это какие-то точки отдыха, а иногда это просто снятие ответственности, желание снять с себя ответственность за то, что происходит. Простите, я всё на перекрёсточке. Желание снять с себя ответственность за то, что происходит, и как бы начать рассматривать какие-то другие варианты жизни. Ну, то есть, о чём я говорю, мы настолько часто тормозим и тупим, и вместо того, чтобы действовать и наслаждаться той жизнью, которая у нас есть, менять её как-то без радикального чего-то, мы начинаем свой мозг куда-то переключать, и типа, знаете как, устроились на работу, вроде бы там можно строить карьеру, но чё мы делаем и говорим, «Не, мало платят, не, я достоин большего, нет, мне нужно себя искать». И почухали куда-то. И в результате всю жизнь человек куда-то чухает, у него нет стабильных отношений, потому что он вечно ищет, у кого дырка помягче, кто-то ищет всё время идеальную работу своей мечты, кто-то ещё что-то ищет. И зачастую, ладно, быть счастлив с этим был человек, очень часто он с этим и несчастлив. И я понимаю, что наш мозг таким образом, он частенько, конечно, пытается пожалеть себя, и пытается объяснить, почему мы сегодня чем-то не удовлетворены, и поискать какие-то варианты, а что бы можно было сделать, чтобы было как-то по-другому. Так вот, в эти моменты, знаете, что важно делать? Почему я это всё веду, эту гениальную мысль? Я веду всё к тому, что тогда, когда вы начинаете задавать себе какой-то конкретный вопрос, типа, я бы хотел поменять, я бы хотел уйти, а если бы я? Вот берите и задавайте себе вопрос прямо сейчас. А прямо сейчас, блядь, я могу это сделать? Вот если я такой умный, если я сказал об этом вслух, я прямо сейчас это готов сделать, и если ты прямо сейчас не готов это сделать, значит, ты просто закрой рот и перестань заниматься хернёй, потому что ты сидишь, и ты просто как человек, который, знаете, за столом бухнул, и вот он начинает рассказывать про эту жизнь, какая это жизнь. Вот если ты хочешь, мать твою, бери и делай. Если твой партнёр тебя не устраивает, и ты рассматриваешь варианты другого, бери, поднимайся и вали. И прямо сейчас всё делай. Вы знаете, мы всё время пытаемся проработать себе план на всю жизнь. Вот у нас есть такая интересная особенность. Мы такие, ага, человек приходит на работу и такой, так, как я тут буду там дальше? Или парень с девушкой встречается, точнее, девушка с парнем, и она такая, так, какие у нас будут дети? Какого цвета у нас будут шторы? Мы пытаемся, вот даже вопросы, когда мы влюбляемся, а ты меня всегда будешь любить? Откуда я знаю, буду ли я тебя любить всегда? Может, я завтра встречу кого-то другого? Может, послезавтра просто проснусь, и никого не буду вообще любить? Ничего не буду любить? Он говорит, какой ваш любимый цвет? Да блин, 300 раз всё поменялось. Я вот от Фуксии, простите, рыгала. А сейчас опять купила себе кофточку, вот не могу никак с ней расстаться. На самом деле всё очень изменчиво. И когда говорят про бизнес, чего мы поменяли, чего вы... Да потому что проснулась и приняла такое решение. Так вот перестаньте быть мямли, перестаньте искать себе, вот если бы я мог... Если вы хотите этого, то сделайте, совершите действие прямо сейчас, то, которое вы можете. Если вы, мать вашу, говорите о том, что вы когда-то хотите какую-то машину, но сейчас пошли, подняли жопы и записались на курсы вождения, либо вообще за эту машину закрыли рот и просто не заикаетесь. Вот совсем так нужно делать. Если вы смотрите на свою большую жопу, на свой бишеживот, и вы всё думаете, что вы, блядь, когда-нибудь будете худеть, так хватит, закрыли свои рты, зашили их, записались, блин, в зал или просто повесили на себя кирпич и пошли по лестнице бегать прямо сейчас. Вот эти разговоры долгие о том, что когда-то я бы где-то... Я сегодня увидела, у меня у детей есть детская стенка спортивная. И я сказала своему мужу, что это наше самое удачное приобретение, потому что мы потратили херову тучу денег на всякие игрушки, которыми дети играют, вы знаете, там ровно три дня. А вот эту стеночку мы купили, по-моему, она стоила, она огромная такая, достаточно большая, стоила она, по-моему, около 200 баксов. Аж! Но это единственное место, где дети мои играют, растягиваются, бегают, лазят по лестнкам, короче, every day. И это действительно очень круто, потому что это еще и полезно. И я вспомнила вообще, почему мы эту стеночку купили. А знаете, почему? По-моему, шведская стенка она называется, не буду брать, не помню. Почему мы купили этот спортивный уголок? Купили мы его по одной простой причине, потому что в детстве это такая была дефицитная, знаете, элитная валютная вещь, в моем детстве. И у меня такого не было. И я помню, как я маме говорила, что я так хочу растянуться на мостик и сесть на шпагат, и мне нужна такая шведская стенка. Или спортивная, не помню, как она называется. Вообще, вдумайтесь, уже в 6 лет у меня была сформирована мысль, что нельзя встать на мостик или сесть на шпагат, если у меня не будет спортивного уголка. Факин щед, откуда у меня это было? Конечно же, от мамы, которая тоже наверняка рассказывала что-то подружкам, почему что-то нельзя. Потому что мы, блин, сидим и страдаем, что мы не можем что-то получить, потому что у нас вот этого нет. Вот если бы у меня было, это как миллион людей, которые мне говорят о том, что вот если бы у меня были деньги, вот тогда бы я сделал бизнес. Да просрал бы ты свои деньги, я уже устала это говорить. Проебал бы ты деньги очень быстро, если бы они у тебя были. Потому что если ты без денег ни хера не можешь сгенерировать, научиться и понять, что, блин, деньги в бизнесе это не самая главная штука, вот точно, и твой мозг никогда в жизни не будет работать так круто, как тогда, когда у тебя нет денег, то, блин, бесполезно. Ты плешь, прострешь любые деньги. Простите сегодня за моё количество матов. Я очень такой человек откровенный, и в тот момент, когда мне хочется их говорить, я их говорю, значит, сегодня такой у нас Меркурий, ретроградный, или какой-то другой. Ну, кстати, сейчас реально ретроградный Меркурий, когда я записываю это видео. Так вот, перестаньте, ребята, вот прямо сейчас, если у вас есть ваши цели грёбаные, планы, мечты, что хотите, скажите себе, задайте вопрос, я прямо сейчас что могу сделать? Вы каждый день можете что-то делать, когда вы сразу делаете огромный шаг, и вы сразу хотите, знаете, как, ну, на шпагат сесть, это как? Это я хочу сразу завтра сесть. Не будет ни хера. Ну, сесть прямо сейчас, блин, поставить свою ножку, натянуть носочек и начать к ней наклоняться, вы точно можете. И так абсолютно во всём. Мы каждый день можем совершать какие-то действия, и если мы их не совершаем, и начинаем себе рассказывать, вот вы к чёртовой матери изменить всю мою жизнь, да какую всю жизнь изменить, если вы наклониться прямо сейчас, ленитесь, о каких изменениях в своей жизни глобальных мы говорим, если мы маленькую долю не можем изменить, мы не можем изменить, вот я регулярно хлещу себя лично, я как только начинаю сопливить и рассказывать там своему супругу или там себе, что я сейчас чего-то не могу, я сразу же задаю себе банальный вопрос, а почему ты вот этого тогда, ты же вот это можешь, если ты вот этого не можешь, то о чём вообще, девочка, ты дальше говоришь? Хлестать себя нужно, нужно, если вы хотите чего-то в жизни достигать, мало того, мне кажется, что люди, которые вообще могут чего-то в жизни достигать, они себя и хлещут, и это нормально, это знаете, как вот лошадь, у меня всегда была вот эта удивительная история, ведь лошадь прекрасно знает, что её будут хлистать, что же эта дура просто не бежит, без того, чтобы её били, но видимо ей это нравится, вспомните прекрасный фильм Анжелика, где сидели рабы в лодске, я это очень хорошо помню, и вот они сидят, и ты-ты-ты, их начинают хлистать, и они начинают делать активно, вспомните своего тренера в зале, если вы туда ходите, который начинает обратный отсчёт, и вдруг вы понимаете, что вы уже сдохли, вы уже умерли, но когда он говорит 10, 9, 8, 7, вы начинаете бежать, как резвая лошадь, потому что нам нужны эти хлистки, так вот, вывод простой, если ваш мозг, как и мой, начинает рассказывать вам какие-то рассказы интересные о том, что было бы хорошо изменить свою жизнь, и что вы так устали, задрались и так далее, скажите себе, окей, давай, меняем, прямо сейчас, что надо делать, худеть, я побежала километр, могу пробежать или нет, что ещё надо, партнёра найти, окей, я вообще, интересно, та женщина, на которую хоть кто-то может обратить внимание, та, окей, пошли, где его искать, пойду запишусь на танцы, пойду, запишусь на английский, пойду запишусь куда-то, где есть люди, а не буду сидеть у себя дома, жрать печеньку, сидеть с грязными волосами засаленными и смотреть сериал «Моя прекрасная няня», так партнёра себе не найдёшь, переставайте себя жалеть, переставайте улетать мечтами, действия то, что нас с вами излечит, самых здоровых и самых больных, приучите себя действовать каждый день, приучите, если в вашей голове какая-то мысль появилась, не откладывать её куда-то, а говорить, окей, что я прямо сейчас могу сделать, и если вы понимаете, что вы прямо сейчас ничего не хотите делать, то убирайте эти мысли и переставайте быть жертвами и людьми, которые поднимают в зале руку, когда их спрашивают, а кто хочет сесть на шпагат, мать ваша, уже определитесь, вы уже туда или садитесь, или перестанете ходить. Очень интересно, какие мысли у вас сейчас проснулись, истории, примеры, всё что угодно, может быть у вас сейчас что-то воцарилось, и что прямо сейчас вы готовы сделать, а с чем вы готовы расстаться. Давайте-ка напишем это в комментариях, я обязательно всё читаю, я вам крайне благодарна за поддержку, вы меня мотивируете снимать для вас видосы, потому что, поверьте, тоже не всегда получается, не всегда находится время, всегда думаешь, можно заняться этим, этим или этим, я нахожу время, я пишу их для вас, я делюсь с вами мыслями, иногда бредовыми, но только для того, чтобы вы знали, что и у меня они тоже бывают, и что я делаю для того, чтобы возвращаться в русло, продолжать действовать, продолжать жить, развиваться, и, конечно же, кайфовать и получать удовольствие, иначе их для нас вообще все родились. Подпишитесь на мой канал, если вы этого не сделали, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, не будьте жмотиной, ну и классного вам дня!